извините кто будет у нас я не знаю сегодня у нас 29 стих я прочитаю стих перевод и комментарии шукаделла с вами продолжал в хиранмае вашей верховный господь вечно прибывает в образе черепахи этот прекрасный образ господа бесконечно дорог всем обитателям хиранма и вашего лаве царьян преданно служая пополняясь господьми курами они поют следующие гимны комментарии очень важную роль в этом стихе играет слово приятома самый дорогой каждому преданному особенно дорог какой-то определенный губль господа некоторые материалистичные люди думают что воплощение бога в образе черепахи вепре или рыбы не слишком красиво такие люди не знают что какой бы облик не принял господь он всегда обладает всеми совершенствами личности бога одно из этих совершенств ни с чем не сравнимая красота поэтому все воплощения господа очень красивые именно так думают преданные непреданные же считают воплощение господа кришны обыкновенными материальными существами и потому делят их на красивые и некрасивые предный пополняется тому или иному воплощению господа потому что его больше всего нравится видеть господа именно в этом облике Брама Самхите 5.33 сказано Господь вечно юный и прекрасный те кто искренне пополняется к какому-либо воплощению господа всегда восхищается его красотой и преданно служит ему Спасибо за просмотр! 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 ДИНАМИЧНАЯ ЗАОБЕ большой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это реальные достопримечательности Субтитры создавал DimaTorzok Но проблема людей заключается в том, что мы не можем оценить эту красоту зачастую Но это важно, важно в духовной жизни научиться видеть и ценить и, так скажем, смаковать красоту преданных. Красоту Господа, красоту Святого имени в особенности. Субтитры создавал DimaTorzok Потому что факты растекают из оценки качества, из оценки формы и из должной оценки Святого имени Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, Господь красив всегда и красив в любой своей форме. Это ключевой момент. Господь Багаван, тот, кто обладает шестью достояниями в полной мере. Господь Багаван, тот, кто обладает шестью достояниями в полной мере. Здесь описывается форма Господа Курма Аватара. И Шкодево Господь говорит, это прекрасный образ Господа, бесконечно дорог всем обитателям Хирома и Ваши во главе с Альямой. Это вызов для нас, такое утверждение. Это проверка на то, насколько мы продвинулись в духовном сознании, в сознании Кришны. Я думаю, что мы не можем, что мы не можем, что мы не можем. Потому что, как здесь говорится в комментарии, некоторые материалистичные люди думают, что воплощение Бога в образе черепахи, пепеля или рыбы не слишком красиво. Кто-то из вас думает, что форма Курма не очень красивая. Я знаю, конечно, что вы скажете, нет, мы так не думаем, потому что же не хочется попасть в эту категорию некоторых материалистичных людей, как Пракхупада говорит. Я подумала, Кришна, ну вот, оказывается, материалистичные. Я никогда не могла бы подумать, что вот может быть так красиво и такую красоту видеть в Курме, Господи Курме. Так что мы недалеко ушли, я лично от этого материалистичного. Да, Радч, попробуйте перевел. Нет, 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 нет. Но, положа руку на сердце, мы вынуждены признать, что у нас при упоминании или при виде божества Господа Курмы поднимается блаженство и трепет в сердце и в теле. То есть и мы, как завороженные, готовы смотреть на Господу Курму часами. Такого же нет у нас. Я не знаю, что у нас есть, но не только по отношению к корме, но и по отношению к воплощению Господа в образе человека. К большинству из них мы, даже в этом случае, не способны оценить красоту. Зачастую очень часто. Это происходит только потому, что наше сознание еще очень сильно покрыто материей. А с материальной точки зрения, как может быть красивая черепаха? Может быть маленькие черепашки, они такие забавные, такие красивенькие. Пока вы ребенок, вы можете там с ними играться, умиляться. А если бы вы могли летать подарок, вы обязательно на мазе пьет дома, то это может быть. Я думаю, что это в раке, наверное. Я перевел, что вот красивые, маленькие черепы красивые. Я включил Баладев. Вот. А пароль какой? Баладев там тоже. Да, а пароль? А, Мишска. Так, где у нас М? Ай. А. А. Ай. Баладев. Корректор А. Например Баладев. Баладев. Субтитры делал DimaTorzok Но не настолько все равно, чтобы посвятить себе сердце, им, постоянно вспоминать о них, какие они красивые. Субтитры делал DimaTorzok А большая здоровая черепа, вся эта вот чешуйчатая кожа, золова, панцирь, лапы, даже отвращением вызывают обычно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но Господь это не черепаха, к счастью. Субтитры делал DimaTorzok Ни рыба, ни вепрь, как говорится в этом стихе. Он Господь, и Он изначальный источник всей красоты. На самом деле эта черепаха, она красивее любого самого красивого человека, мужчины или женщины в этом мире. Но трудность заключается в том, что далеко не каждый, даже при встрече с Господом, даже увидев Господа, может его по-настоящему увидеть и оценить. Даже в случае с самим Кришной, уже тут, казалось бы, даже с материальной точки зрения должно быть восхищение красотой. Субтитры делал DimaTorzok Но ни Камса, ни другие демоны, они не видели эту красоту. Почему? Потому что их сознание было настроено на другую волну. Субтитры делал DimaTorzok Здесь мы видим, что жители Хиран-Майя, Варши, в главе с Арьяма, они как раз поклоняются турмоделами. Субтитры делал DimaTorzok Чтобы было чуть-чуть более личностно, нужно сказать, кто такой Арьяма. Можно сказать, кто такой Арьяма? Нужно сказать, кто такой Арьяма. А, укроп и ровно ли он да, ровно ли он да, откуда твой винар из Арьяма? Не так много информации, даже в уранической энциклопедии нет ничего. А что ты был рейпломатский арцураном швицкий? Норьям очень важный человек. Вернее, полубог. Он управляет петрилокой. Это планета, на которую попадают благочестивые люди, очень сильно привязанные к своему роду и семье. И там постепенно, потихонечку весь род собирается, по мере того, как поколение уходит. И они там хорошо живут, наслаждаясь обществом друг с другом. А если они, как Аргадцховрубен, иртмайнетискаремучит, да, иртмайнетискаремучит к бебе? Конечно, сейчас это не так. Сейчас люди в семье настолько, наверное, друг друга измучивают и надоедают, что перспектива потом попасть вместе опять где-то быть. Она вряд ли кого-то привлекает. Я хочу сказать, что это будет моя мама или папа или дядя. Я думаю, что это будет моя мама или папа или дядя. Только не это. Они мне уже в этой жизни все косточки промыли. Огун десара. И перимомоли. Огун десара. Ам с хорибашицкий дзалян, мама бездресмацтхови. Ну, в ведических семьях, конечно, было по-другому. Там была действительно сильная привязанность друг к другу. И люди дарили радость друг другу большую. И вот, Арьяман управляется этой планетой. И еще у него есть одна должность очень важная. Он является заместителем имоража. Как описывается, когда Ямарач воплотился как ведура на этой земле, то пока его не было там, на Ямалоке, Арьяман замещал его и он вершил правосудие. Арьяман также относится к одному из 12 Адитих основных полуговов, сыновей Кашиапа и Адитих. Арьяман, азавея, Арьяман, азавея, Кашиапа саде Адитис, Шуилтаган, эртиртия, Тормет, 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 Татинахэвол мэртис, Нахэвол мэртис, Арьяман. Среди них мы знаем, так бы, Индра и Вам она, воплощение Господа. Поэтому это в высшей степени достойная и могущественная личность, и вот... Ну, главное достояние его, можно понять, оно заключается в том, что он очень сильно привязан к Господу Курме. У Кашпода Курма это очень необычное воплощение. Он появился, когда полублогие демоны пытались пахтать молочный океан. И они использовали для этого хором андара, но хора начала в какой-то момент тонуть, когда ее поместили в океан. Ну, и они обратились к полублоге, по крайней мере Господу Смолитву, по помощи, и Господь явил циво образе, вот такая огромная черепа, Курма. То есть Курма это та форма Господа, которая поддерживает преданных? Курма это та форма Рома или Эрткулипс, Эрткулипс поддерживает, как сказать. Ну, Эрткулипс, утертвухарс. Интересно, что это первое божество, которому поклонялся Бакциданта Сараслаки-Такура. Когда Бактивинода-Такур строил в Калькутте свой Бактивинода-Такур, то как раз, когда они копали фундамент, они нашли божество Курма. Что строил Бактивинода-Такур? Бактивинода-Такур. Не понял. Бактивинода-Такур. А? А. Без местных, где он жил, он поклонялся в Калькутте. И, возможно, и по весу там нашли Курму. Когда жили фундамент, обнаружили божество Курмы Древу. В году фундамент-Такур-Така, Чай-Ара-Тика, Муачениса, Урма, Стаеба. С Курмой также связаны еще несколько историй во время Господа читания. Господь читания фактически начал свое паломничество в Южной Индии с посещения Курмак-Шетри. Да, и там он как раз встретил одноименного Брамана, которого звали Курмой, Курма-Браман. И он дал ему очень важное представление, это все описывается в Кустан-Череда Амрити. И если мне не изменяет память, так же на самом юге Индии, в одном из храмов, по-моему, это был храм Курмак как раз, Господь читания обнаружил Брама-Самхиту. К тому времени она считалась потерянной. Имдрош так аргулалит в Лепутаис. Ну вот в этом кране он нашел, по крайней мере, не всю Брама-Самхиту, но ее пятую главу. Это стихи, которые мы очень часто цитируем. Это известная строка из Брама-Самхиты. Это немножко о контексте этого стиха. А теперь мы перейдем к суте, к самому важному. Итак, самое важное это, чтобы образ Господа стал для нас по-настоящему дорогим и привлекательным. Что стал, дорогим? Образ Господа. Это может быть любой образ Господа. У каждого преданного есть свой любимый Господь. И даже если у всех у вас эта форма одна, например, Господь Кришна или Господь Уранда, то все равно этот Кришна или Уранда у каждого будет свой, уникальный и неповторимый. Почему так происходит? Потому что каждая душа, личность и у нее свои уникальные, неповторимые отношения с Господом. И Господь, чтобы ответить взаимностью своему преданному, он проявляет ту форму, которая максимально способствует вот таким отношениям преданного и Господа. Вот например, у Самарта прабул. Это наверняка Кришна с поводами от колесницы на Куркшетре. Могалитет саммарт, пропустив салбат, а кришна и к неба магалитет курукшет разы роман са чучу учи раус хелши, это ли спорвали? Ураде прабой то наверняка кришна с каким-то музыкальным инструментом, с плейтой или с ударником. У меня любимая форма, это кришна, наверное, с ложкой из какого-нибудь. Ураде прабой то наверняка кришна. То есть на самом деле Господь один, но для каждого Он предстает немного по-разному. Это происходит не сразу, это чувство и понимание, какая форма Господа привлекает нас, приходит не сразу. Это происходит только тогда, когда человек очень искренне служит Господу. И его сердце очищается. И тогда в очищенном сердце проявляется как раз именно та форма Господа, которая более всего дорога предана и более всего удовлетворяет и приносит счастье этому ночному. Это очень хороший стих. В общем, отбал в третьей песне, в девятой главе, одиннадцатый стих, как раз молитву Брамы. И там описывается как это происходит. Я прочитаю этот стих. В этом стихе даже санскрит очень-очень красивый. Я прочитаю этот стих. 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 Ты с той милостив своим преданам, что предстаешь перед ними в той вечной трансиментной форме, на которой они постоянно медитируют и смышляют о тебе. То есть эта форма естественным образом проявится, когда сердце чистится в результате искреннего служения. Это, как правило, где-то уровень Асадти, если мы возьмем В этом уровне, когда уже есть сильная привязанность к служению, человек начинает чувствовать привлечение в какой-то определенной форме воспитания. И именно на этом уровне человек начинает понемножку осознавать свою свободу, то есть кто он в духовном мире. В этом уровне человек начинает чувствовать себя, что он в духовном мире. До этого уровня нет смысла пытаться понять это. Я думаю, что я не знаю. Пытаться что-то изобразить из себя, придумать себе что-то. Я думаю, что я не знаю. Начинающие преданные, как правило, пытаются придумать это, используя материальные соображения. Если, например, это сильный молодой преданный, то он будет думать, ну, я наверняка преданный Господу Нарисимхадеву, в крайнем случае Господу Ромачану. Я тоже, конечно, склонен думать о том, что я прекрасный год. И мой Господь это не спутник Матху Мангу. Я могу думать, ну, наверное, я какой-то близкий спутник Матху Мангу. Он, правда, любил больше Ладо, я люблю Борфи, но небольшое распространение. Но все это абсолютно материальное соображение. Мы основываемся на своем опыте, на своих телесных предпочтениях и на своем материальном характере, чтобы понять духовные вещи. Мы говорим, что, поскольку мы смотрим фактически на Господа материальными глазами, что-то нам в нем будет нравиться, что-то не нравится. Какие-то формы будут казаться красивыми, какие-то не очень, какие-то совсем не красивыми. То же самое будет со всем остальным, с преданными. Да, я не знаю, что-то не знаю. Вот это хороший преданный. Да, я не знаю, что-то. Это так себе. Что-то мне нужно. Это вообще как какой-то демон или демон. Я не знаю, что-то демон. Это все исключительно материальное восприятие и понимание. Это 40 лет материал. Здесь Шилапрапада в комментарии вот к этому стиху 9.11 он говорит, только на уровне Двамбхакти йога прибавит. То есть, когда человек достигает стадии зрелого медного служения, а именно стадии премы, тогда он все начинает видеть и ощущать правильным по-настоящему. Это очень сильный комментарий здесь. Шилапрапада говорит, что Господь открывается тому предному, в чем сердце есть любовь и кто хочет служить Ему. И дальше очень важное для нас слово, оно всегда преданное, а также тем, кто поклоняется Господу от случая к случаю, Господь не открывает себя. От случая к случаю, что значит? Ну, то есть иногда он поклоняется, служит, потом не служит, потом еще служит 15 минут, не служит или 3 дня. И дальше Шилапрапада говорит, Господь с помощью йога майя, Господь скрывает себя от зоров непреданных или несерьезных преданных. И так, Господь не исполняет приходи псевдопреданных. Но всегда готов пойти навстречу желаниям чистого бескорыстного ответа. И это особое благословение, особое благословение привязаться к Господу, оценить Господа. Это может прийти только по милости Господу, когда Господь благословит вас. И для того, чтобы это произошло, преданный должен быть, как говорил в оксиданте, на Царасваде такой свободен от вот этого желания быть в центре и наслаждаться. То есть до тех пор, пока у преданных, мы сейчас говорим про преданных, непреданных оставим в покоре, пусть живут спокойно. Ну, если преданных сохраняется вот это вот желание, главное, чтобы я был счастлив, чтобы у меня все было хорошо, чтобы мои планы сбывались. Он не сможет по-настоящему понять Господа, по-настоящему видеть красоту Господа, оценить ее. То есть если преданных держатся вам за это, то есть я хочу жить в первую очередь для себя. То ему будет очень тяжело, очень тяжело развивать привязанность к Господу. Практически невозможно. В оксиданце рассватит на курс, сравнивал ситуации таких преданных с людьми, которые сели на лодку. Что бы переплыть реку, но забыли вытащить ядра. И в этой истории они гребли всю ночь. Но когда солнце встало, они увидели, что они ровно на том же месте, где и были. Мы тоже можем грести в духовной жизни очень долго, многие годы. Наши гребли это в основном вот такая. Некоторые гребут вот таким образом. Много видов деятельности, но если все это делается, в основном для того, чтобы я был счастлив, потому что мне так нравится, то это не будет очень сильно помогать нам. Настоящая искренность и любовь на нашем уровне заключается в том, что мы готовы для Господа пойти на трудности, пойти на какие-то неприятные для ума и чувства моменты. Он выбирает обычные служения. Настоящий раз выбирает обычные служения, кто который ему нравится, кто который его больше удовлетворяет. Поэтому оно остается материалистичным. А серьезный преданный, он готов пойти на любые испытания, лишь бы Господь был того. Как, например, Прохлада Махарадж, его не беспокоило свое благополучие, свое удобство. Он знал, что Господь хочет этого, поэтому я буду проповедовать, буду вести себя таким образом. Потому что это нравится. Он готов был пойти на любое наказание, даже то, которое грозило ему смертью ради проповеди святого имени. Он настолько был привязан к Гуру Махараджу и настолько он был вдохновлен служением Божествам. Он построил храм, построил храм для этих божеств, один и сам Божеств. Он был достаточно богатым человеком, но он потратил все свои средства. И он не только давал деньги, спонсировал, он сам там лично участвовал во всем. То есть у него не было времени зарабатывать новых денег. И в конце концов он даже продал свой дом, чтобы построить этот храм. И когда храм был построен, он очень смиренно попросил у Боксидан Царасвати Такура, не могу ли я здесь занять какой-нибудь небольшой угол, чтобы жить? И он был очень счастлив и уже до конца своей жизни он поклонялся Божествам в этом храме, жил и служил в этом храме. Он, может быть, много потерял, даже, может быть, с чьей-то точки зрения все потерял в материальном смысле, да? Но поскольку он удовлетворил духовного учителя, удовлетворил Господа своей жертвой и своим смирением, его сердце всегда переполняли эмоции. То есть он всегда чувствовал вот эту вот красоту, свежесть духовной жизни, свежесть и красоту Божества. Это не понять материалистам, это не понять преданному, у которого много материальных желаний, непонять и не почувствовать. Начинающий преданному максимум может оценить какие-то Божества, Господа, которые сделаны, знаете, очень искусно, вот, очень детализованно там, все прорисовано, прорезано, да? То есть он может оценить его вот, да, это красиво. Да, он очень красивый, да? Но когда он встречается с другой формой Господа, например, Господь Джагананда. Ну, с точки зрения материального видения, ну, что там вообще красиво, непонятно что, какая-то вот большая одна голова, странная форма. Но человеку вообще не похоже даже. Адам и ясно царь каусу с айрту. Но преданные, которые поклоняются Господу Джаганадхе, они могут быть без ума от Господа. И так и происходит на самом деле. Господь Джаганад это очень милостовая форма Господа. В одном из своих писем, писем Шел Крупада писал примерно следующий ученик. Господь Джаганад, именно Господь Джаганад склонен проявлять свою милость на людей, которые бесконечно далеки от ведических принципов. И которые очень подвержены греховным занятиям. И которые очень подвержены греховным занятиям. Господу Джаганадхе в Индии в основном поклоняется Варисе и Бенгали. В главной храме находятся в Пуре, как раз это Ариса. ИARY'S HBLE, это Ариса и Ариса. И поэтому Господь проявляется там в своей вот этой вот милостивой форме, чтобы принимать служение даже от них. И Господь Жаганат, он очень любит Господь Жаганат. Господь Жаганат проявляет себя, отвечает взаимностей каждому, при этом. В Жаганат в Пуре приходили многие великие взаимности, которые поклонялись другим формам Господа. Жаганат всегда отвечал им взаимностям. Вот однажды туда пришел один великий преданный Господа Ганеша. По-моему, его также звали Коганапати Бакта, что ли? Он слышал, что Жаганат это Господь Вселенной. Я точно, к сожалению, забыл эту историю. Там у него даже был какой-то спор с Пуджарями Господа Жаганат. И там было такое слове, что я приму Господа Жаганат, только если я увижу, что Господь Ганеша тоже присутствует в нем. До встречи! В следующее утро, когда он пришел получать дашан, он увидел Джаганат, Баладевы и Субадры. Он увидел опыты. И он был очень впечатлен. Он сделал какое-то огромное пожертвование, он был очень богатым человеком для охраны в Джаганаде. И поэтому один раз в году в господа Джаганад одевает соответствующие одежды, у него хобот и все остальное. Однажды в Джаганад Куре пришел Туласидас, Туласидас был преданным господарам Ачандры. И он надеялся увидеть в этом храме господа Рамачандры, поскольку он считал, что Господь Рамачандр, он изначальный Господь, самый красивый, обладающий всеми качествами, больше, чем любые другие воплощения Господа. Но когда он это не увидел, он был очень сильно разочарован. Он настолько был разочарован, что ушел из Пурии, там заночевал в какой-то деревне в пяти милях. Он даже ничего не поел, не принял Джаганаду. И среди ночи вдруг его разбудил мальчик, такой Браман мальчик, золотистого цвета кожи, с большим подносом всяких угощений. Туласидас удивился. Он спросил, кто ты такой, почему ты пришел сюда. Мальчик ответил, меня послал Господь Рамачандра, он очень обеспокоен тем, что ты постишься. И говорит, на самом деле, тебе просто нужно было посмотреть повнимательнее, ты бы увидел Господь Рамачандра, сказал этот мальчик. Вот, поэтому покушай, а поднос принеси в храм, это был золотой поднос. Понятно, что это. Вот, и он так и сделал, на следующий утро он уже сразу же прибежал в Мангаларе с этим подносом. Вот, и он увидел Господа Рамачандра, он увидел, что тело Джаганады стало зеленоватым, что у него в руках лук, корона, что рядом. Рядом, рядом с Ситой и Лакшман. Да, он может стать с Ситой и Лакшман. То есть, если есть искорняя преданность, которая проявляется в готовности пойти на жертвы, делать это постоянно, то тогда Господь проявится в той форме, которая больше всего нас будет подушевлять. И эта форма будет самой красивой на нас. Это может быть форма Джаганадки, или это может быть даже форма Шилограмши. Но для бредного, которая с любовью пополняется этой формой, она будет самой красивой. И ничего и никакая другая форма не будет более привлекательной для бредного. В этом форме будет не просто красивой, а как здесь говорится, будет бесконечно дорого преданности. Но начинается все с того, что мы подклоняемся форме Господа читаний и форме Святого имени. Потому что именно в этой форме сейчас, в Кали-Югу, Господь очищает нас больше всего. И если мы это делаем искренне, серьезно, регулярно, то в какой-то момент мы будем чувствовать духовное привлечение к какому-то конкретному божеству. Также к какому-то конкретному влашнаву, к какой-то конкретной тхаме. И мы будем чувствовать реальный ответ от них. Это будет усиливать нашу преданность и сделать нас счастливыми. Да, на этом мы остановимся. Уже время на вопрос опять нет. Простите. Я хочу вас задерживать больше. Я хочу вас задерживать больше. Спасибо.